Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там актуальное наличие, ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Ну а в этом разборе мы наконец-то разберём V-образную восьмёрку от Audi. Это будет сорококлапанный монстр с ременным приводом ГРМ. Итак, встречаем! Компания Audi обзавелась своим первым V8 в 1988 году. Это был агрегат объёмом 3,6, мощностью 250 лошадиных сил, каталожное обозначение PT семейства EA824. Его, естественно, устанавливали на Audi V8 – прародителя Audi A8. С тех пор первые V8 выпускались до 2006 года. Было создано около 20 модификаций. В конце 1991 года появился агрегат объёмом 4,2, а летом 1991 года появился агрегат объёмом 3,7. Все двигатели семейства EA824 созданы на основе блока, отлитого из алюминиевого сплава. И никаких чугунных гильз там нет. Поверхность цилиндров обрабатывается химически, то есть составом едкого натра обрабатывается алюминий, и на нём остаются и раскрываются кристаллы кремния. И это является зеркалом цилиндра, то есть его рабочей поверхностью. Привод ГРМ у таких V8 ременной. В каждой ГБЦ по два распредвала, которые соединены между собой короткими цепями. В 1998 году эти двигатели пережили технический рестайлинг. Они получили совершенно новые ГБЦ, в которых уже по пять клапанов на цилиндр появились. Механизм изменения фаз газораспределения. За это отвечал специальный натяжитель распредвальных цепей. Впускной коллектор получил трёхступенчатый механизм изменения его длины. Также именно с этих V8 начинается история битурбированных агрегатов для Audi RS6. Пара атмосферных V8 объёмом 3,7 и 4,2 литра выпускалась до лета 2006 года. Их устанавливали на Audi A6. C5, Audi A8 двух поколений D2 и D3, а также на Volkswagen Feighton и Touareg. И сегодня мы будем разбирать V8 объёмом 3,7. Такая модификация встречается только на Audi A8. Отличие этого двигателя от агрегата объёмом 4,2 в укороченном ходе поршней. А блок цилиндров и большая часть навесного оборудования одинаковые. Эти первые алюминиевые V8 очень надёжные, даже несмотря на алюминиевый блок. Они предельно долговечны и ходят более полумиллиона километров. И владельцы автомобилей с этими двигателями после снятия ГБЦ для ремонта удивляются состоянию поверхности цилиндров. Цилиндры просто идеальные, как новые. Сегодня в нашем обзоре мы расскажем всё о нюансах этого двигателя, который рвёт стереотипы о надёжности моторов с алюминиевыми цилиндрами. Из всех сальников этого V8 самый слабый – это задний сальник. Именно из-за него потеет стык между двигателем и КПП. А вот передний сальник коленвала и прокладки служат намного дольше. Каждый ГБЦ этого V8 установлено по датчику положения распредвалов. Значит, в правой ГБЦ датчик находится спереди, в левой ГБЦ – сзади. Спереди имеет обозначение G163, сзади – G40. Так вот, если вот этот датчик в левой ГБЦ начинает глючить, то есть перестаёт работать, то тогда двигатель будет крутить, но не запустится. И то же самое произойдёт, если выйдет из строя датчик положения коленвала. Он находится слева в блоке цилиндров над полуосью. Всё. Оригинальные катушки зажигания для этого V8 стоят примерно по 240 долларов, но зато служат долго и вообще пережили много ревизий. Но иногда владельцы выбирают всё-таки не оригинал. Нормальный неоригинал стоит 25 долларов. Бэушные оригинальные катушки вы можете приобрести в «Автостронге», а также новые оригинальные можете приобрести в «Автостронге», а также можете приобрести ещё неоригинальные катушки тоже в «Автостронге». К слову, в правой ГБЦ находятся цилиндры 1, 2, 3, 4, а в левой – 5, 6, 7, 8. Пускной коллектор оснащён двумя заслонками. Это длиннющие пластиковые пластины. У нас в данном случае впускного коллектора нет, но давайте визуально его представим. Заслонки приводятся вакуумными актуаторами, которые широко известны как груши. Они установлены на переднем крае впускного коллектора. Актуатор с водительской стороны открывает заслонку второй ступени, а актуатор справа – для третьей ступени. Самая частая проблема – это отламывание пластиковых тяг между актуаторами и осями заслонок. Тяги ломаются не просто так, в первую очередь из-за заедания заслонок. Оригинальные тяги не продаются отдельно от актуаторов, каждый из которых стоит сегодня порядка 400 долларов. Но предложений по неоригинальным тягам хватает. Кто-то мастерит тяги из проволоки, из длиннющего шплинта, кто-то вообще удаляет заслонки. Но нет ничего сложного, сделать этот механизм опять работоспособным. Надо просто разобрать впускной коллектор и оси заслонок в местах их опор почистить и смазать. И после этого этот механизм опять будет долго служить. Кстати, если одна из заслонок подвисает, то она будет хлопать и стучать. И это часто путают с неисправностями в самом двигателе. Иногда предлагают поменять распредвалы, а иногда вообще откапиталить мотор. А вот если заслонки подвижны, но механизм не работает, то тогда надо проверять работоспособность электровакуумных клапанов, проверять целостность вакуумных трубок, а также проверять сами актуаторы. Очень часто в них лопается внутренняя мембрана. Сзади между впускным коллектором и моторным щитом установлен грибок, то есть клапан ВКГ. Мембрана, если в нем рвется, то это приводит к подсосам воздуха и симптомам, которые хорошо ощущаются без компьютерной диагностики. Происходит обеднение топливо-воздушной смеси, поэтому возникают пропуски зажигания, то есть неровная работа двигателя. Из-за прохождения воздуха через дыру в мембране появляется свист или гул воздуха. Еще один симптом — при работе мотора на холостом ходу. Пробка маслозаливной горловины не присасывается, а свист воздуха в мембране даже усиливается. Оригинальный клапан ВКГ на сегодняшний день стоит от 180 до 250 долларов, но служит примерно лет десять. Есть также много заменителей, которые гораздо дешевле, но по отзывам служат от одной недели до года. Ну а разобраться с этим моторчиком нам поможет не Артурчик, не Рома, не Саша. Встречаем, Вадим, и мы начинаем нашу разборочку. Масленный фильтр и охладитель находятся справа на блоке. Так вот, если под теплообменником будет обнаружена утечка антифриза, например, антифриз на поддоне, то тогда надо теплообменник снять и заменить коротенькую резиновую трубочку, а также надо поменять прокладки кронштейна масляного фильтра. В очень редких случаях теплообменник трескается, и тогда масло может смешаться с антифризом. Ушкивые ремня ГРМ прикручены к выпускным распредвалам, а цепи для привода впускных распредвалов находятся в левой ГБЦ спереди, а в правой ГБЦ сзади. Цепи натягиваются особыми гидронатяжителями, на корпусе которых смонтирован соленоид золотником, а внутри находится поршень, который перемещается в вертикальном направлении вместе с обоими направляющими планками. Таким образом, удлиняются рукава цепей распредвалов сверху или снизу, а значит, изменяется положение впускных распредвалов относительно коленвала. То есть, происходят изменения фаз газораспредвалов, распределения. Гидронатяжители левый и правый разные между собой, а у двигателей объемом 3,7 и 4,2 гидронатяжители разные и невзаимозаменяемые, отличаются в каталожном обозначении последней буквой и цифрой. Так вот, гидронатяжители ходят примерно 250 тысяч километров, затем изнашиваются, и это выражается тарахтением, а также ошибками по системе изменения фаз. Гидронатяжители в основном изнашиваются из-за того, что изнашиваются уплотнительные колечки на поршне, а также планки вот эти вот изнашиваются и даже могут разломаться. На сегодняшний день самая большая неприятность заключается в том, что натяжители стоят по 700 и 1300 долларов соответственно. Но есть умельцы, которые восстанавливают их, то есть меняют уплотнения, демпферы, также направляющие башмаки. В продаже есть много аналогов по 150 долларов, но служат они вообще недолго. Поэтому самый дешевый и правильный вариант – восстанавливать. У этих V8 для Audi A8 D3 есть очень неприятная проблема – это износ шестерён распредвалов, то есть шестерён цепей. То есть зубья шестерён могут износиться внезапно, и это приведёт к шелесту цепи, а также к её перескопку, потому что зубья могут износиться очень основательно. Считается, что качество обработки и закалки зубьев недостаточное. И вообще, эта проблема очень неприятная, потому что стоимость всех четырёх распредвалов сопоставима со стоимостью автомобиля, то есть бэушной Audi A8 D3. И состояние шестерён можно оценить только после снятия клапанных крышек. И подбирать эти распредвалы нужно от старых моторов, то есть более старых версий двигателей 3.7 и 4.2, от Audi A8 D2. Начинается обозначение таких моторов с буквы «А». Проблемы с износом зубьев шестерён на старых распредвалах не замечены. Распредвалы у моторов 3.7 и 4.2 литра разные. Их нужно выбирать со старых моторов с соответствующим рабочим объёмом. Сегодня ещё можно найти бы распредвалы с целыми звёздами по 50 долларов за штуку. Ну и по состоянию. Мы видим здесь вот такой вот лаковый налёт, что говорит о том, что на масле экономили. Но износа кулачков распредвалов мы не наблюдаем ни на ощупь, ни визуально. Длиннющий зубчатый ремень ГРМ находится спереди. И для его замены нужно основательно подразобрать передок автомобиля, чтобы получить нормальный сервисный доступ. Для фиксации распредвалов нужна специальная планка. Даже для замены помпы и термостата надо снимать всё перед мотором. Поэтому к замене ремня ГРМ владельцы этих машин готовятся основательно. Покупают более 20 позиций, куда входит всё и для ремня навесных агрегатов, а также прокладки гидронатяжителей цепи. Комплекс запчастей для такого основательного обслуживания и работы обходятся приблизительно в 1000 долларов. Производить замену вот этого ремня ГРМ надо каждые сто двадцать тысяч километров. И обязательно покупать качественные детали, потому что обрыв этого ремня – это частая причина гибели вот этих вот могучих V8. гибели вот этих вот гибели — это тема Продолжение следует... Ну, а теперь давайте по состоянию. Вот эта правая ГБЦ, с ней всё хорошо. Ну, видно, что моторчик подъедал масло. А вот та ГБЦ, которая стояла слева, в ней встретились поршни и клапаны. Но самое интересное, это же как надо было, чтобы поршень ударил о клапан, чтобы он перевернулся и впечатался в поршень. Как вы думаете, что случилось? Обязательно напишите об этом в комментариях. Обсудим. Ну, а вообще эти ГБЦ служат долго. Кулачки распредвалов не изнашиваются, рокеры и гидрокомпенсаторы служат долго. Однако, если этот двигатель начал потреблять больше двух литров масла, ну или два литра масла на десять тысяч километров, то всё-таки стоит заменить маслосъёмные колпачки. Блок цилиндров этого двигателя служит прекрасно. Проблемы начались у других V8 серии EA825 с непосредственным впрыском FSI. Этот двигатель хорошо охлаждается, хорошо смазывается, и он вообще хорошо рассчитан. Но если вдруг зашло, вернее, дошло до задиров, то его можно гильзовать. И обратите внимание на рабочую поверхность цилиндров, о которой мы рассказывали в самом начале нашего ролика. Поэтому те, кто промотал, это плохо. Вернитесь и посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, вот таким вот хозяйством обладает V8 от компании Audi. Если говорить по износу вкладышей, что шатунных, что коренных, то можно сказать, что этот износ соответствует возрасту этого двигателя. На коленвале мы видим характерные потертости, которые на ощупь не ощущаются. Верхние коренные вкладыши тоже с характерным возрастным износом. Ну что, разборка закончена. Что скажете о надежности этого V8 от Audi? Обязательно напишите в комментариях. Ну а мы скажем, что владельцы Audi A8 второго и третьего поколений считают этот двигатель вполне надежным. Это лучший выбор для седанов из Ингольштадта. А вот ситуация с прямовпрысковыми V8 и цепным приводом ГРМ уже по надежности хуже. Но это уже совсем другая история. У нас, кстати, на канале есть разборы таких больших двигателей, как Mercedes M119, BMW M62, BMW N62. Так что, кому интересны эти здоровяки, обязательно посмотрите. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь им в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».